Продолжение следует... Собственно, вот одна из них. Хочу представить вашему вниманию. Пистолет ТТ, образца 1933 года, СХП или Охолощенный. Ну, собственно, аббревиатура СХП это и есть сокращение от стреляющей холостого патрона. Стреляющий холостыми патронами. Итак, для начала хотел бы несколько подробно остановиться на том, что же вообще есть Охолощенный или сокращенный СХП. Холостой и так далее и тому подобное. Собственно, по нашему украинскому законодательству, Охолощенным или стреляющим холостыми патронами считается оружие. Настоящее боевое оружие, которое им когда-то было. Но на данный момент приведено в такое состояние, которое создает невозможным выстрел штатным или нештатным боеприпасом с метательным снарядом. Но находится в состоянии, которое дает возможность стрелять из него только и исключительно холостыми боеприпасами. Но даже не просто так это все происходит. Для того, чтобы данный тип оружия оставался в правовом поле, оно должно отвечать некоторым техническим требованиям. На то есть государственный стандарт, он так и называется, ДСТУ, Держстандарт Украины. Согласно которому оно должно ему отвечать, для того, чтобы оно оставалось в правовом поле. Я уже не помню точно номер этого стандарта. Ну, кому интересно, я дам ссылочки в описании под видео. То бишь, тут такой некоторый интересный момент. Скользкий. То есть, что считается непосредственно охолощенным оружием, что считается стартовым, что считается газовым. Они несколько похожи, но тем не менее у них есть существенные отличия. В процессе видео я остановлюсь на некоторых этих моментах. А для тех, кому интересно, в описании под видео будут ссылочки на эти нормативно-правовые акты, на государственные стандарты, которым должно отвечать это и другие типы оружия, для того, чтобы тут не путаться. Ну, собственно, переходим к самому образцу. Вещь очень интересная, она мне очень нравится. Она обладает некоторой такой харизмой, кармой, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, просто давно уже хотел себе заиметь в коллекцию пистолет ТТ, и вот, наконец-то, мне это удалось. К моему глубочайшему сожалению, данный конкретный образец, он как бы некоторой или какой-либо коллекционной ценности, к сожалению, не представляет. Вот, знатоки, которые понимают вообще в пистолетах ТТ, в истории пистолета ТТ, да и вообще в истории огнестрельного оружия, уже наверняка заметили, что он как бы, к сожалению, он разнономерной. То есть, вот здесь вот на рамке пистолета мы имеем один номер, а здесь на затворе пистолета у нас другой номер. Вот, все это как произошло. На самом деле верхняя часть в сборе, охолощенная, была у меня уже достаточно давно, но и вот, совершенно случайно, мне попалась в продаже полностью комплектная нижняя рамка, вот, и, собственно, что позволило создать из двух, как бы, половинок единое целое. Вот. Мало того, что на самом деле он разнономерной, но он еще, можно сказать, что даже разно, не знаю, как правильнее выразиться, разноэпоховый, что ли. В общем, здесь год выпуска указан 1944, то есть, это еще военный. А верхняя часть, верхняя часть, уже идет с мелкой насечкой, то есть, это уже послевоенный, может быть, конца 40-х, начало 50-х годов, а то и, собственно, позже. Вот. Но, тем не менее, здесь остался голый функционал, функционал, который, в принципе, работает, выполняет свою непосредственную функцию, да, то есть, стреляет холостыми патронами. В последующем я планирую снять еще видео со стрельбой, так что оставайтесь на канале, кому интересно, посмотрите. Вот. Попутно, в процессе обзора, хочу задать вопрос к, действительно, знатокам, которые, может быть, будут смотреть это видео. Если вам не тяжело, то оставьте, пожалуйста, в комментариях. Мне просто очень интересно, что же это все-таки за верхняя часть затвора, да, то есть, возможно, это советская, она не советская, может быть, выпуска других стран, потому, как мы знаем, ТТ выпускался не только в Советском Союзе, а еще и в Польше, в принципе, в Румынии, по-моему, выпускался, в Китае даже выпускался, ну, неважно, состоял на вооружении очень многих стран, и, может быть, кто-нибудь в этом понимает, потому как я, к сожалению, в интернете не нашел информации. Номер ПТ-1119, вот, вообще, какая может быть история у этого затвора. Вот, если вам не тяжело, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, теперь, собственно, переходим к самому пистолету. Вот, слава Богу, законодательство у нас именно вот в этом плане таково, что непосредственно этот образец, ну, для того, чтобы пистолет ТТ стал пистолетом ТТ охолощенным, прямо уж таких варварских вмешательств в его конструкцию не нужно. Но, все-таки, какие-то изменения внесены, сейчас мы на них остановимся поподробнее. Для начала, вообще, покажу вам эту красоту более детально. Я, конечно, понимаю, что никого пистолетом ТТ вообще на постсоветском пространстве не удивишь, и я вынужден был ненадолго прерваться. Итак, я понимаю, что никого на постсоветском пространстве, скажем так, странах постсоветского пространства, пистолетом ТТ на самом деле это не удивишь, да, все его прекрасно знают, его контуры, его очертания, многие удержали в руках, многие являются владельцами травматических версий этого пистолета, а в некоторых странах даже можно себе позволить легально иметь боевой образец. Но, все-таки, в Украине, да, которая, как мы все знаем, очень строго, скажем так, в своих оружейных законах, которого, собственно, у нас вообще нет никакого оружейного закона, ну, это тема, не этого видео. Вот, и граждане ограничены в возможности иметь оружие или сходные с ними предметы, вот, все это жестко контролируется, и иметь вот такой вот образец своей коллекции, да, это на самом деле очень дорого, и немногие могут себе позволить, из-за этого обладание вот такой вот вещью, она все-таки, ну, я не знаю, как это даже назвать, но все-таки это вот добавляет определенный привкус к этому всему, ну, я не знаю, может, я косноязычно говорю, но не суть, сбился с темы. В общем, классная на самом деле вещь, мне нравится держать ее в руках, крутить, нажимать, клацать, то есть, это такая игрушка для настоящих мужчин, особенно с учетом того, что в Украине, как бы, среди таких сигнально стреляющих холостыми патронами очень распространены турецкие стартовые пистолеты, да, под 9-миллиметровый патрон, но все-таки они все сделаны из сплава алюминия, силумина, так называемого ЦАМа, а здесь все-таки настоящий бывший боевой образец, настоящего оружия, выполненный из оружейной стали, вот, то есть, ну, классная вещь, классная на самом деле. Ну, как бы приступим к внутреннему устройству этого пистолета, как здесь все это реализовано и какие вмешательства, какие изменения были внесены в конструкцию для того, чтобы пистолет стал, собственно, из боевого или, как, например, вот эта рамка, да, видно, она, на ней есть клеймо ММГ, то есть, макет массогабаритный, да, например, когда-то она была, возможно, попилена, а, возможно, даже никаким изменениям не подвергалась, ну, когда-то она комплектовалась к макету, сейчас это все СХП. Собственно, в первую очередь, естественно, убеждаемся, что пистолет у нас полностью разряжен, да, магазин пустой, патронник пустой, вот, я понимаю, что это не боевой образец, прямо, но техника безопасности превыше всего, так, к тому же, выстрелить в доме холостым патроном, тоже тут мало приятного по ушам бьет, слава богу, к сожалению, у меня есть такой печальный опыт, случайный, но не суть, итак, разборка пистолета производится, в принципе, штатно для пистолета ТТ, многие знают, как это делается, вот здесь мы отодвигаем защелку затворной задержки, после чего ее, в принципе, можно с этой стороны поддавить пальцем, полностью ее вытаскиваем, вот так, и после этого у нас затвор снимается с рамы, в процессе снятия затвора с рамы, желательно, вот здесь придерживают возвратную пружину, потому что она находится в сжатом состоянии, ну, скажем так, в полу-сжатом состоянии, и поэтому может отлететь куда-нибудь в сторону, затвор у нас снимается, пока мы его отложим в сторону, он нам пока не нужен, обратим внимание на рамку, рамка, конкретно в этом случае, никаким изменениям не подвергалась, то есть, это стандартная, комплектная, штатная рамка пистолета ТТ, вот, ну, естественно, ударно-спусковой механизм, здесь также вынимается штатно целым блоком, тоже никаким изменениям не подвергался, вот, гораздо интереснее, что здесь происходит с самим затвором, для того, чтобы по государственному стандарту, для того, чтобы пистолет считался охолощенным, нужно, чтобы конструкция его и его ствола была единой целой, то бишь, исключить возможность замены, например, ствола, который адаптирован под стрельбу холостыми патронами, на ствол, из которого можно выстрелить какими-нибудь патронами с метательным снарядом, то есть, либо штатным боеприпасом, да, либо нештатным, ну, как наиболее распространенным патроном 9ПА с резиновой пулей или доработанной 9ПА со свинцовой картечью. Как это реализовано конкретно в этом случае? В этом случае, да, полностью доразбираем пистолет, вытащим направляющую и вытащим возвратную пружину, она нам здесь конкретно не нужна, вот. Конкретно в случае с пистолетом ТТ, для того, чтобы не было возможности снять ориентированный под стрельбу холостыми патронами стволик, вот эта втулка, направляющая втулка ствола, которая находится вот здесь, в торце затвора, она приварена, вот здесь вот, если, я постараюсь показать, если будет видно, вот здесь, есть следы сварки, то есть в этом случае мы не можем стандартным проворотом, да, как она снимается, то есть вот так вот, после того, как вытащил пружину вместе с вот этой пимпочкой, не знаю, как она правильно называется, которая поджимает, то есть с этой стороны, втулка обычно проворачивается по часовой стрелке, да, и снимается, в принципе. И после этого есть возможность вытащить стволик вот так вот из затвора. В этом случае втулка заварена, и стволик, к сожалению, отсюда не вынимается, то есть он является единым целым с конструкцией затвора, то есть нет возможности установить боевой или какой-либо другой стволик. Также из деактива хочу отметить такой маленький момент, в принципе на стрельбу холостыми патронами он абсолютно не влияет, да даже, наверное, это даже, наверное, и хорошо, именно для, непосредственно для стрельбы холостыми патронами, что, как вы видите, вот здесь вот на затворе, равно, как и на стволе, нет больше боевых упоров, так называемых колец, которые в настоящем боевом пистолете нужны для осуществления работы автоматики и запирания затвора со стволом для того, чтобы компенсировать и первый импульс отдачи достаточно мощного патрона ТТ. Вот здесь этого всего нету, это один из, скажем так, один из элементов деактива, и в то же время это также позволяет штатно работать автоматике на более слабом холостом патроне. Значит, как деактивирован стволик? Стволик здесь, по-моему, самый что ни на есть стандартный, который со стороны патронника расточен под холостой боеприпас, а со стороны дульного среза, вот я постараюсь так, чтобы было видно, вот, видите, вот здесь на расстоянии по требованиям нашего законодательства не далее, чем 5 мм от дульного среза здесь установлен и вварен каленый штифт. Вот. И точно такой же штифт, ну, к сожалению, я его показать не смогу, и точно такой же штифт стоит сразу же за патронником, также по требованию нашего законодательства не далее, чем 5 мм от патронника. Внутри он вварен. Это служит для того, чтобы с этой стороны штифт исключает возможность стрельбы даже при использовании холостого патрона, да, чтобы не засунули чего-нибудь в ствол, так называемым методом раздельного заряжания. То есть, когда с этой стороны загоняется холостой патрон, а с этой стороны какой-нибудь метательный снаряд, и в процессе, да, вы нажимаете на спуск, происходит выстрел, газы пороховые холостого патрона точно так же выталкивают метательный снаряд. Ну, может, не точно так же, но, во всяком случае, весьма мощно. Вот. Именно для этого вот здесь вот на расстоянии не далее, чем 5 мм от дульного среза установлен штифт. Вот. Причем штифт не просто штифт. Штифт каленый, который невозможно высверлить, да, обычным сверлом, ну, то есть, в обычных домашних условиях, и штифт, который должен, да, здесь мы на дульном срезе то видим достаточно большое расфрезерованное отверстие, да, это для придания аутентичности. Но далее там идет стандартный канал ствола, а может быть, даже не стандартный канал, может быть, это даже стволик полностью новодельный. Вот. Но этот штифт, этот, и тот, который стоит за патронником, должен обязательно, так же по требованию законодательства, перекрывать не менее чем 2 трети канала ствола. Вот. Основного канала ствола. Это тоже одно из необходимых требований. Значит, для того, чтобы пистолет, при всем этом он, естественно, практически полностью напоминает газовый пистолет, и для того, чтобы он не считался газовым, он должен быть создан для, создан под, ориентирован под нештатный холостой боеприпас. То есть, так как по украинскому законодательству считаются газовыми боеприпасами патроны калибра, по-моему, 6, 8 и 9 мм. То есть, стандартные, да, 9-мм патроны 9 ПА, 8-мм стандартные патроны, и 6-мм газовые, по-моему, это револьверные патроны. В общем, для того, чтобы он не считался газовым, данный конкретный образец создан под холостой патрон Люгера. Вот такой вот холостой патрон Люгер, 9 на 19, холостой. Здесь есть тоже маленький момент. На самом деле, у нас данный тип патронов достаточно доступен, хотя и немного кусается по цене, немножко дороже, чем стандартная 8 или 9 холостая, но, тем не менее, в принципе, можно себе позволить. Скажем так, в Украине распространено 3 типа холостого Люгера. Первый холостой Люгер – это фирменные сербские патроны. Они прямо так и называются, 9 на 19 Люгер холостой, имеют маркировку ППУ 9 мм бланк в латунной гильзе. Эти патроны самые дорогие. И так как не каждый может себе позволить, а на самом деле подобными вещами владеют многие. Также многие владеют, например, охлощенными пистолетами и пулеметами Судаева или Шпагина. Да и вообще любое охлощенное оружие, оно как зачастую использует именно боеприпас, как боеприпас использует 9-мм Люгер холостой. Наши народные умельцы наловчились выпускать, во-первых, точно такие же 9-мм Люгеры, например, обжатые из гильз патронов 223 Ремингтон, тоже в латунной гильзе, или как самый распространенный вид питания к подобным вещам, используются обжатые, переобжатые 9-мм Люгеры из монтажного холостого патрона МПУ. Их вообще легко отличить. Они вот такие зеленоватые все. Ну, в принципе, можно сказать по мощности, по работе этих патронов, что, естественно, самые щадящие и самые такие вот, ну, вообще выдержанные во всех размерах к стандарту Люгер холостой, это именно сербские холостые патроны фирменные. Ну, естественно, немножко по-своему, как бы, немножко щадяще также относятся к вашему девайсу. Вот такие вот обжатые из 223 Ремингтона, потому что они, как бы, тоже латунные, да. И самые мощные, самые ядреные, но они там тоже как-то отличаются, да. Кто понимает, в монтажных строительных вот этих вот патронах МПУ они там есть с беленьким лаком на вот этой звездочке, с желтым, с красным. Красные, по-моему, самые мощные. Ну, точно не знаю, могу ошибаться. Вот эти самые, как бы, ядреные, самые мощные. Даже некоторые предпочитают их не использовать в таких там пистолетах, как, например, Вальтер П-38 охолощенный, потому что, говорит, случались такие случаи, когда даже затвор с рамки срывало вообще от мощности именно этих патронов. Не знаю, что тут туда сыпят, какой-то димедрол. Вот, естественно, будет видео, где мы попробуем отстрелять и сравнить, как он, как бы, работает с каждым из этих видов боеприпасов. Вот. Сейчас я все это дело соберу и попробую вам показать примерно, как это происходит. То есть, сборка также происходит штатно, но как штатно? То есть, некоторые предпочитают, например, собирать именно вот в том моменте, как он здесь есть, но у меня просто выбора другого нет, да, потому что у меня вот эта втулка-восьмерка приварена. Но некоторые предпочитают сборку пистолета осуществлять именно в таком порядке, как я сейчас буду. Некоторые снимают втулку, засовывают с этой стороны пружину, а потом втулку одевают. Можно даже затвор одеть на рамку и только потом вставлять возвратную пружину. Но так как у меня другого выбора нет, у меня здесь есть один единственный вариант сборки. То есть, стволик у меня несъемный, втулка приварена, направляющая. Поэтому ставим назад возвратную пружину, придерживая ему пальцами. Все это дело немножко в масле. Конечно, все чуть-чуть неудобно, но тем не менее. Вот. Вот таким вот образом затвор опять в сборе. придерживаю пружину, чтобы ее не выдавило в эту сторону. Ага. Прежде чем вообще собирать затвор, надо вернуть на место ударно-отпусковой механизм. Ударно-отпусковой механизм тоже ставится здесь стандартно, только у меня он что-то немножко подклинивает. Не знаю, в чем дело на самом деле. Снимается-то он легко, а вот на место ставится чуть потяжелее. Все это у меня в масле. Пистолет недавно чистился. Вот. Все, встало на место. После этого одеваем затворно-направляющие рамки. Вот так вот. Немножечко, ну, я не знаю, кто как делает, я немножечко вот так вот пальцами придвигаю для того, чтобы освободить. Вот. Я понимаю, сейчас могут меня некоторые посчитать криворуким, но на самом деле на камеру это делать не так удобно, как просто в руках. Все, вернули назад, все. И ставим на место защелку затворной задержки. Проверяем, что у нас все работает. Все работает. Вот. Собственно, на этом видео, в принципе, можно заканчивать, да, то есть, ну, все, что МОК показал на нюансах как бы деактива под охваченное оружие тоже остановился достаточно подробно конкретно в этого образца. Вопрос, который хотел задать по поводу, еще раз его задам по поводу номера этого пистолета и серии именно затвора, да, если кто-то в этом понимает, пожалуйста, я буду очень благодарен, если вы мне напишите. Единственное, что, в принципе, хотелось бы еще показать, честно говоря, не знаю, пока еще не знаю, потому как у меня времени не хватает не только для того, чтобы снимать новые видео, ну, и для того, чтобы банальнейшим образом, да, вот, выйти куда-нибудь, я же не буду посреди живого района из пистолета стрелять, да, меня неправильно поймут, куда-нибудь выбраться для того, чтобы вообще опробовать, как он работает, у меня времени все никак не хватает, но хотелось бы остановиться на таком моменте, что вот, собственно, смотрим, мы берем по нескольку патронов, да, вот, первыми, а в процессе зарядки пойдут последними, берем несколько, ну, например, 2-3 патрона обжатых из холостых патронов монтажных МПУ, заряжаем, например, 2 патрона обжатых из 223-го ремингтона, ну, и, собственно, у меня он просто, ну, только один на данный момент, фирменный 9-мм лювер сербский, тоже заряжаем его, вот, собственно, и смотрим, да, мы сейчас делаем прямое нарушение техники безопасности, но я даже палец спускового крючка уберу, вот, то есть, заряжаем первый патрон, вот, и, к сожалению, у меня есть вот такое, я не знаю, как это будет все в результате работать, ну, вот, тут есть такой вот момент, я не знаю, это, дефект, это, считать это дефектом, или не считать это дефектом, вот, что происходит, видите, то есть, ну, сейчас он, конечно же, зацепился и выскочил, ну, чуть-чуть не так, как надо, ну, вот, загоняем, например, следующий патрон, вот, чуть-чуть наклоняем пистолет вниз, видите, что произошло, в том-то все и дело, что ничего не произошло, то есть, патрон зубом выбрасывателя не зацепился, остался в стволе, вот, и, в принципе, если я сейчас затвор отпущу, то есть, происходит вот такая вот штукенция, когда один патрон остался в стволе, другой патрон пытался податься, да, вот они друг друга уткнулись, и все, и, собственно, все, вот, не знаю, как это будет на самом деле работать, когда будешь стрелять, может быть, просто, сам патрон будет толкать назад затвор, да, и при этом он как бы сам, сам по себе экстрагируется, когда, ну, когда будет непосредственно стрельба, вот, ну, не знаю, будем пробовать, в то время как это, например, вот эти в латунных гильзах фирменный сербский патрон и обжатый из 223-го ремингтона, в то время, как, например, патроны обжаты из холостых патронов МПУ, работа штатна, штатно, не знаю, что это такое, честно говоря, это дефект, или это не дефект, будет это как-то влиять на работу, не будет это как-то влиять на работу, когда будешь непосредственно стрелять, это уже будем выяснять в следующем видео, когда буду пытаться стрелять из этого пистолета, вот, на этом, собственно, все, вопрос задал, пожалуйста, еще раз напомню, третий раз, я понимаю, что задолбал, наверное, этим, но тем не менее, если вам что-нибудь известно по поводу подобного номера, да, еще раз его напомню, ПТ-1119, вообще, что это за рамка, советская, она не советская, каких годов, может быть, какого-то другого государства, неважно, вот, если у вас есть возможность, пожалуйста, напишите мне в комментариях, вот, еще прошу извинить за то, что вот это начудило с патронами, я понимаю, что прямое нарушение техники безопасности, играться с живыми патронами, ну, просто у меня, к сожалению, ни гильз, ни каких-то макетов, патронов нету, пришлось именно так, ну, для того, чтобы показать, как все это работает, вот, за всем я прощаюсь с вами, спасибо большое за просмотр, кому было интересно и познавательно, ставьте лайки, кому не понравилось, что ж поделаешь, ставьте негативные отметки, буду рад вашим комментариям, на этом все, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok